Мы в прошлый раз с вами познакомились с чем? С функцией. Мы с вами поняли, что это классный, мощный инструмент. И сегодня мы продолжаем работать с ним. Сегодня мы познакомимся с двумя вещами. Первое, это с понятием области видимости. И второе, это с понятием анонимных функций. Итак. Для начала давайте я сделаю следующее. Я создам здесь еще одну папочку. New directory и назову ее JS11 Function С нижнее подчеркивание 2. Function с 2. И здесь я создам новый JavaScript файл. Назовем его, а не обязательно. JS.js Подойдет? Мне тоже так кажется. Добавим его на git. Перенастроим нашу запуск. Нажму Edit Configuration. И в ноде, в ноде, в Unnamed, переставлю, чтобы запускался файл из одиннадцатой папки. Да? Надо Windows и вверх нажать. Выбираем одиннадцатую папку. И выбираем файл JS. JS. Окей. Окей. Пробуем запустить. У нас должно ничего не происходить. Так и есть. Значит, все произошло так, как нам необходимо. Давайте, кстати, я попробую сразу настроить Rift в консоли. Может быть, нам будет потом удобнее работать с ним, если я сейчас найду, где это делается, чтобы потом каждый раз не менять. Вот здесь фонд. Size я сразу поставлю на 18 хотя бы. Apply. О, да, он меняется везде. Можно даже на 20. Мне кажется, нормально. Окей. Все. Теперь у нас везде будет сразу начальный Shift 20. А там мы дальше сможем регулировать. Итак. Мы с вами уже знаем, что переменные, объявленные внутри функции, существуют где? Внутри функции. А если переменная объявлена вне функции, то функция теоретически может к ней достучаться, да? Все это наталкивает на мысли о том, что переменные, разные переменные видны по-разному. Правильно? Отсюда и вытекает введение нового понятия, именно область видимости. Это понятие весьма интересное тем, что его можно тактовать по-разному. То есть у него есть две стороны медали. Первое. Областью видимости называют набор переменной, набор переменных, вернее, видимых в конкретной точке программы. Областью видимости называют набор переменных, видимых в конкретной точке программы. То есть, грубо говоря, у функции своя область видимости, то есть она видит свои переменные, у другой функции своя область видимости. Вполне логично, да? И есть обратное определение, которое говорит, что это область программы, в которой видна та или иная переменная. Они взаимодополняющие, так сказать. Область видимости — это область программы, в которой видна та или иная переменная. То есть у каждой переменной есть область, в которой ее видно. То есть, когда говорят область видимости функции, подразумевают набор переменных, которые видно в ней Когда говорят область видимости переменной, подразумевают тот фрагмент, в котором ее видно Понятно? Да, нет? А теперь запишем важный момент Объявление переменных и функций в JavaScript Всегда подкидывается в начало области видимости Это то, что мы говорили раньше Помните, я вам говорил, что объявление всех переменных подкидывается в начало программы? На том этапе это было верное утверждение С появлением функций мы уже вводим более расширенное и говорим, как оно есть То есть, объявление переменных подкидывается вверх области видимости Не вверх программы Немножко более широкое понятие Каждая функция имеет свою область видимости Которая, естественно, является частью глобальной Вернее, не так, которая включена в глобальную Запишем еще так Совокупность всех переменных Видимых из любой точки программы Совокупность всех переменных, видимых из любой точки программы Называют глобальной областью видимости Называют глобальной областью видимости Глобальной областью видимости Никого не запугал Страшного ничего пока не услышали Ничего, это хорошо Так, давайте посмотрим на практике, что все это означает Первое, я вам сказал, что Что описание всех переменных и функций подбрасывается наверх Правильно? Поэтому давайте мы опишем какую-то функцию SayHello В ней будет только не alert, а console.log Здесь alert не будет работать Console.log Hello Так? Всем видно? Если кому-то не видно, ну, говорите, я буду делать крупнее Итак А если я попробую вызвать функцию вот здесь Смогу я это сделать? Да, нет? Если мы к ней обратим место Тогда или нет? Нет Почему? Потому что она только внизу видна А вы меня плохо слушали Могу Почему я могу к ней обратиться? А вы меня только что прослушали, да? Объявление всех функций подбрасывается вверх области видимости Где область видимости этой функции? Вся программа То есть она подкидывается сюда Еще до выполнения Тут понятно? Напоминаю, что если мы объявляем переменную Например, var x равняется 10 Да? То что подкинется наверх? Вот это подкинется наверх Вот так вот произойдет Вот равно 10 не подкинется Это уже отдельная операция Поэтому если мы вот здесь попытались бы вывести x У нас бы был undefined Нет, ошибки бы, что переменная не объявлена не была Но был бы undefined Понятно? Жалобы, предложения, угрозы? Нет Все понятно Это хорошо Теперь немножко хочется поговорить о области видимости переменных В частности, о различии var и led В чем колоссальные различия Область видимости переменных, объявленных с помощью var Ограничивается одной функцией Если же она объявлена вне функции Значит, что? Она глобальная Понятно, да? Переменные с префиксом led Имеют немножко другую область видимости И поэтому сейчас рекомендуем их к использованию Их область видимости ограничена одним блоком кода То есть, если я объявил переменную вот здесь То за вот этими скобками ее не существует Это есть очень удобно Почему? Например, мы объявляем переменную внутри цикла Она нам нужна однократно Нам не нужно, чтобы она была за этим циклом Давайте посмотрим на этот пример И увидим разницу в областях видимости var и led Можно еще раз подчеркнуть? Var объявляется одной функцией, а led Одними фигурными скобками Одним блоком кода Одни фигурные скобки, да Я же вам сразу говорил Вот это оператор блока Все, что внутри, это блок кода Итак, давайте посмотрим на практике Я сделаю вот так Я сделаю for var i равно 0 i меньше 10 и плюс-плюс Я ставлю цикл пустым Так? После цикла я попытаюсь сделать console.log и выведу здесь переменную i Смогу я это сделать? Абсолютно верно Я смогу Потому что var ограничивается функцией Правильно? И поэтому именно ее не рекомендуется использовать А теперь что будет, если я здесь сделаю led? Я эту переменную использовал для цикла for, да? Теперь давайте попробуем вывести Оно скажет Нету такой переменной i вот здесь Она существовала только в пределах одного цикла Это очень удобно Поэтому я рекомендую По возможности пользоваться переменными типа led Но не стоит забывать о некоторых нюансах То есть переменные типа led Нам доступны только начиная с ECMAScript версии 6 Что означает, что они не поддерживаются такими браузерами, как Internet Explorer 8 Но я вам потом покажу, как с этим быть Не переживайте Дальше мы с вами разберем, что такое GALP И как из языка ECMAScript 6 сделать стандарт ECMAScript 5 Причем минифицированный, ужатый И в общем все будет очень классно Потом мы познакомимся с системой сборки Ну возможно вебпак, но мне вебпак не нравится Он на любителя Кто-то мне скажет Нет, вы не правы Вебпак самая крутая вещь, которая может быть Ну, о вкусах, как говорится, не спорят Так, тут вопрос есть? По led и var Вопросы? Кроме этого, раз мы уже заговорили про led и var Мне хочется сказать еще одну интересную вещь Есть такая штука, которая называется const Это переменное название Ну, название, значение, которое нельзя менять Константы принято объявлять, вы знаете, большими буквами, да? Теперь давайте посмотрим А плюс равно 2 Видите, сразу ругается Говорит, нельзя менять, что ты делаешь? Можно сделать Console.log и вывести это Вот это будет правильно Но менять значение нельзя Видим, работает Если здесь пишу А плюс Равно 2 Те же самые Пытаемся запустить Говорит ошибка Присваивание нового значения Константе Тоже полезная штука Область видимости Констант Такая же, как у переменных Типа led Обратите внимание Тут вопрос есть? Вопросов нет Хорошо Так Такой еще момент Function f Есть такая штука, которая называется сокрытие переменных Например, я вот здесь объявлю переменную a, которая равна 10 Если я внутри функции f Сейчас попытаюсь вывести Console.log a Ну и вызову эту функцию f Что мне выведется? Не, ну логично, что 10 10 А теперь интересный момент Я внутри функции напишу var a Равняется 11 И попробую запустить Видимо, мне выводится 11 То есть я могу внутри функции объявить переменную С тем же именем, что и внешняя При этом эти переменные Это разные переменные Обратите внимание Вот это глобальная А это называется локальная То есть в пределах какого-то кусочка кода Это называют локальную область видимости Ну это просто для себя как бы Запоминаем терминологию Буду ей оперировать очень часто Поэтому это локальная область видимости Здесь видна вот эта маленькая переменная a Она специально, видите, подсветилась другим цветом Чтобы мы их не путали Так А если мы консольный лог за При делах функции Выведется Вот смотрите Я вот здесь вот сделаю Console.log И выведу a Естественно, я вывел вот это То есть Про вот эту переменную a Мы знаем только внутри функции Локальная 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 То есть Только в конкретном кусочке То есть Только вот в этом месте Шестая, седьмая строка Мы можем ее использовать Вне функции Она не существует Ну и естественно Она каждый раз При вызове функции Заново объявляется Заново с ней происходит работа И заново удаляется Так, пардон Одну секундочку Так, где у меня QuickTime Я сейчас сбили Тут понятно? Естественно Что если я вот здесь Буду делать a++ И два раза вызову Функцию f То у меня все равно Каждый раз будет заново Создаваться новая переменная a Заново делаться Плюс плюс И заново выводиться Понятно? То есть этот код Как бы Изолирован от внешнего мира Он общается с внешним миром Только посредством Либо изменения Глобальных переменных Либо Аргументов И возвращаемых значений Понятно? Хорошо Еще хочу обратить внимание На следующее Я все-таки могу достучаться До вот этой переменной Если мне это очень нужно То это можно сделать Например Если я вот здесь Хочу вывести Не локальное значение Кое является 11 А глобальное Которое 10 Ну давайте 5 Чтоб явно было видно Что это другое значение Чтоб оно было далеким Как я это должен сделать? Смотрите Можно написать вот так вот Window Точка И имя переменной Например Window.a Это значит взять переменную a Ну глобальную Window собственно говоря Это есть глобальная область видимости В JavaScript Подробнее мы поговорим О том что такое Window Когда будем разбирать Open Запускаем Оп Surprise Что я тут уже сделал Не так Window Is not Defined Я еще неправильно Написал Window А Простите Это проблема в том Что мы нодой запускаем Это проблема в том Что мы запускаем его нодой В браузере было то что нужно Да 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 Ну поверьте мне на слово В браузере Window.a Это вот эта переменная a Да Я сейчас конечно гляну как в ноде В ноде я не помню Так Node Global Variables Он как-то называется Ну ладно А Global Сейчас попробуем На JS по-моему По-моему правильно Да Почти Ну да ладно В браузере Window будет работать В ноде я потом глянул Что Особой разницы нам сейчас В этом нет Какие есть вопросы По этому поводу Вопросов нету Да То есть область видимости Вам вещь Достаточно понятная Ну настала пора поговорить О понятии Анонимных функций Что это такое Анонимная функция Это функция Которая попросту Не имеет имени Рассмотрим пример Function f У нас есть А у меня будет просто Function Function который Принимает x И делает return Например x умножить на x Вы меня спросите Ну здесь оно подчеркивает Поверьте мне Ошибки здесь нет Просто оно знает Что этот код Бесполезный В таком контексте Так оно и есть Вы хотите меня спросить В чем толк От такой функции Как ее вызвать потом Да Прелесть анонимной функции Состоит в том Что ее можно Присвоить перемен То есть я могу Написать например var f Равно Function От x И подчеркивать Перестала И подчеркивать Перестала Ну то кстати Ошибкой бы не было Если бы мы запустили Код бы запустился А просто ничего не делал Оно просто понимает Что это бесполезный код Который Ну не нужен Точно здесь Как видите я беру И присваиваю Целую функцию Переменную После этого Я могу вызывать Эту переменную f Только надо Какое-то значение Да Например я здесь Сделаю вот так Console.log И выведу f От например 5 Как видим Работает Интересно Хочу обратить Внимание Что переменной Можно присвоить Функцию И по другому Например У вас объявлена Функция x Изначально Которая принимает Какой-то y Пускай И делает Console.log y Ну мне так захотелось То есть функция Которая просто Делает Console.log Я могу сказать Что какая-то var m Равна Вот этой Функции x А потом Вызывать Функцию m Давайте проверим Я вызову m И передам туда 5 Что у меня должно Вывестись 5 Абсолютно верно То есть Получается Что m Это второе имя Для x В этой ситуации Тут понятно А я потом покажу Вы поймете Вы поймете Почувствуете Сейчас сразу Это тяжело Это вообще Сейчас я честно Вас обманывать не буду Это будет тяжело Осознать всю глубину Того что мы сейчас будем делать Но потом Мы этим инструментом Будем пользоваться Везде и вся В javascript Понятие Callback Является Одним из фундаментальных Ибо javascript Является Одним из самых Асинхронных Языков Программирования Поверьте Мы к этому вернемся И вы все пойдете Ну давайте так Немножко о понятиях Что такое синхронно В вашем понятии Одновременно Одновременно Последовательно На самом деле То есть У нас код Работает Одновременно То есть Один поток И выполняется Одно за другим Это синхронное Выполнение Что такое Асинхронное Это мы Поставили задачу Говорим Когда задача Будет выполнена Ты мне сообщишь Вот это Политика Джаваскрипта То есть А как сообщить Вызовешь функцию А какую функцию А которую Мы тебе укажем Понятно Ну так Это обобщенно Мы к этому Сейчас придем Потихоньку Пока я вас Немножко буду пугать Потому что Как показывает практика Клбеков Люди боятся Так Давайте подумаем Теперь соответственно О том Как мы можем Вот это Применить То есть То что мы Да мы записали Функцию В переменную Но на холера В одном нам треба Так Смотрите Я напишу Вот такую вот функцию Следите внимательно Фанкшен Я ее назову Each Каждый Да Что я в нее Приму Я в нее Приму Массив И какой-то F Теперь Что я здесь Буду делать Я напишу For И InR Для каждого Элемента Массива R Мы сделаем Следующее Вызовем Функцию От R Итого Как вам Такая запись То есть Смотрите Мы сюда Примяли Функцию Так Которую Вызываем Над каждым Элементом Массива Но мы пока Еще не знаем Как Да У нас Нету Этой Функции То есть Мы делаем Обобщенное Действие Мы не знаем Что мы будем Делать Но мы уже Знаем Что мы будем Это делать С каждым Элементом Правильно А теперь Используем Функцию Each Каким Образом Я напишу Each Сюда Передам Например Один Два Три Четыре И сюда Прямо Беру И передаю Функшн Мы знаем Что этот Функшн Будет Ловить Что Элемент Массива Правильно Поэтому Я здесь Пишу LM Анонимная Функция В результате Присваивается Переменной F Правильно И что Я могу Здесь Сделать Да Что Угодно Например В простейшем Варианте Console.log LM Запускаем Работает Так Возникает Вопрос Целесообразно Ли Использовать Анонимные Функции Однозначно Однозначно То есть Сейчас Мы сюда Отправили Массив Отправили Функцию И эта Функция Нам Что Сделала Вот Мы ее Туда Отправили Она Вызвалась Над каждым Элементом Таким Образом Элемент Был Введен На Экран В Точке Давайте Поменяем Функцию Я Сделаю Each Даже Другой Массив Можно Давайте Тот же 1 2 3 4 Сюда Я беру Функцию От Элемента Ну И Например Я буду Выводить Квадраты Ну Просто Мне Так Захотелось LM Умножить На LM Согласны Вот Квадраты Получились Таким образом Мы сделали Обобщенный Алгоритм То есть Эта функция Перебирает Массив Правильно А что делать С его элементами Решаем Уже Мы Такой вопрос В Форе Не обязательно Л Или В Для Л Ну Вообще Это Нехорошо А видео Даже Подчеркивало Просто Джаваскрипт Как бы Позволяет Но Делать Так Не надо Это Это я просто Рефлекторно Пропустил Вот так вот Правильно Какие тут есть вопросы Как назвали Так и будет Можно назвать Было Е Да Да Просто Аргумент Функции Посмотрите Мы вызываем Функцию Мы в нее Передаем Элемент Массива Так Значит Эта функция Которая Здесь Должна Принимать Один Аргумент Так Вот Мы Объявляем Функцию С одним Аргументом И что В этот Аргумент Будет Попадать Каждый Раз Элемент Массива То есть Что Мы Передаем То Потом Мы Здесь И Волим То есть В этой Функции Каждый Раз То Что В первой Функции Понял Туда Кидается Да То есть Мы Заранее Вызываем Еще Не Зная Что Мы Будем Вызывать Потом Когда Вызовем Функцию Each Мы В нее Передадим Уже Саму Эту Функцию Вот Так Не Обязательно Ее Вот Так Передавать У нас Может Быть Объявлено Выше Например Function Пускай Будет p Я ее Так Сказать То есть Может Быть Эта Функция У меня Заготовленная Заранее Вот Console.log Только Передавать Не Надо Потом Сюрприз Может Быть Я Сюда Могу Передать Просто Вот Эту Функцию p Вот Таким Вот Образом Видим Работает Так же Понятно Какие Тут Есть Вопросы Появятся Появятся Обещают Обещаете Честно Честно Обещаете Это Хорошо Как Записывается Анонимная Функция Понятно А Шестой Стандарт Нам Внес Более Короткую Форму Записи Для Этих Анонимных Функций Давайте Я Закомментирую Вот Этот Код Оставим Как Пример И Давайте Рассмотрим На Шестом Стандарте В Шестом Стандарте Мы Можем Это Я Пишу Как Было 1 2 3 4 Например Как Мы Можем Записать Анонимную Функцию Мы Можем Не Писать Слово Function Мы Можем Сразу Указать В Круглых Скобках Аргумент Например Е А Потом Поставить Вот Такую Стрелочку Со Знаком Равно И Фигурные Скобки Это Шестой Стандарт Знаете Мне Больше Нравится Такой Вариант Сейчас Позвольте Почему Это Еще Не Все Что Он Умеет А Что Такое Равно И А Это Смотрите Можно Вначале Написать Function Вот Так Перед Круглыми Скобками А Можно Просто Поставить Стрелочку После Круглых Скобок Вместо У них Есть Небольшое Различие Вот Это Называют Лямбда Функцией Вот Такой Подход Записи Или В Джаваскрипте Только В Джаваскрипте Такое Понятие Его Называют Arrow Function Стрелочная Функция Во всех Языках Классическое Название Это Лямбда Функция Особенность У них Связана С Передачей Контекста Вызова Но Об этом Мы поговорим Позже Контекст Вызова Нельзя обсуждать Не обсуждая Объекты Поэтому Пока что Мы Отложим Этот момент Тут Названия Нет Аргумента Да Любое Что угодно Теперь смотрите Дальше Правила Правила Стрелочных Функций Правило Первое Если Аргумент Один Не ноль Не путайте С нулем Если Аргумент Один То Круглые Скобки Можно Упустить Да Ну Первому Аргументу Дальше Если Функция Состоит Из Одной Строки Кода Фигурные Скобки Тоже Можно Упустить Таким Образом Наша Функция Преобразилась Покороче И работает Все Так Более того Обратите Внимание Что Вот такая Запись Вот такая Вот Как здесь На самом деле Эквивалентно Вот такой Чтобы вы понимали Что скрывается На самом Под этим То есть Если мы Упускаем Круглые Скобки Вернее Фигурные Скобки У нас Автоматически Считается Что Вот это Значение Еще и Возвращаем Что Есть Очень Удобно Какие Есть Вопросы По этому Поводу Никаких Все Понятно Все Понятно Это Хорошо Функция Ищет Вызывает Какого-то Вопросы Потому Что Я Сейчас Немножко Напрягу И Заставлю Сделать Подобную Хорошо Я Тогда Ставлю Запись На Паузу А Вы Мне Сделаете Функцию С помощью Которой Потом Выполните Следующее Задание Так Пока Ставим Паузу Давайте Посмотрим На эту Задачку Внимательно Шрифт Да Пожалуйста Ага А больше Не хочет Все Ну ладно Это Максимум Странно Ну так Вот Итак Функция Фильтр Она Принимает Массив Да Я Назову R И Какую-то Функцию Которая Будет Критерием Что Я Делаю Мне Нужно Вы Слушайте Потом Будет Непонятно Мне Нужно Выбрать Все Элементы Массива R Для Которых Функция F Вернула True Правильно Иными словами Я объявляю var Result Массив В который Я их буду Выбирать Правильно Теперь Какое Условие Добавления Функция F Должна Вернуть Для элемента True Правильно Поэтому Я делаю For Let In R И что Сделать Если Функция F Для R Итого Вернула True Ну Сравнивать С True Бесполезно Потому что Если оно Вернет True If Выполнится Согласны То есть Если Вот это Выражение Будет True То мы Зайдем Сам If Так Всем Это Понятно Да Тогда Мне Нужно Сделать Result Push R Итэ Добавить Его В результат Но Мы говорили Что рекомендуемая Сигнатура Функции F У нас Элемент И индекс Правильно А я сейчас Передаю Только Элемент Поэтому Я передаю Элемент И его Индекс Согласны Да И в конце После того Как этот цикл Закончился Я могу Сделать Return И что Мне надо Вернуть Result Вот Собственно И вся Функция Filter Всем Понятно Как оно Написано Ну Такое Не очень Не непонятные Условия Если функция F От элемента И индекс Какая Какая Мы скажем Позже Когда будем Эту функцию Вызывать Фильтр То есть Идея в том Что заранее Мы этой функции Не знаем Мы знаем О ней Только одну вещь Мы задаем Эту вещь Вернее Что ей Нужно Принимать Элемент И его Индекс Так а Почему Здесь будет True Не боимся Понять Пока еще Не будет Так а почему Полослово Понятно Что будет True Ну Я сказал Если Здесь будет True А если Нет А если Нет То мы Выв не Зайдем Тогда Этот элемент Не добавится А почему Здесь условия Фокс Я не знаю Почему Мусор Для чего Это все Делаем Не по Понятиям Для чего Эта функция Написана Да Теперь Давайте Посмотрим На его Применение Допустим У меня Есть Массив Подожди Да Не надо Переписывать Все в тетрад От этого Понятно Не ставь Лучше Сюда Посмотрите Допустим У нас Есть Массив В котором У нас Будет Один Допустим Два Три Пять Девять Шесть У меня Задача Мне нужны Только Четные Элементы Этого Массива Я пишу Так Var B Равняется Первым Аргументом Я использую Функцию Фильтр Естественно Первым Аргументом Я передаю Массив А вторым Аргументом Я передаю Функцию Критерий Функция От элемента И индекса Которая нам скажет Return Наш элемент Остаток Отделения На два Равен нулю Вот и весь критерий Таким образом Что в этот момент Произойдет Вместо Ф У нас Грубо говоря Используется Вот эта проверка То есть Вот эта функция Которая принимает Элемент И индекс Мы в нее Передаем элемент Если элемент Четный Функция возвращает True И мы Вот этой вот Строкой Что сделаем Добавим Этот элемент А если элемент Нечетный Функция вернет False И элемент В массив Новый Не добавится Тут понятно Еще раз Как она будет Реальность Со стен И с if Ну элементарно Здесь if f f У нас мы Подставили Вот эту функцию Правильно А не нужно Ее присваивать Мы же Записали Как аргумент Аргумент Приходит В функцию Сюда На место Второй Буквы Правильно То есть Второе место Второе место Здесь Она может Называться Как угол Не обязательно А какая разница Название Название Не играет Роли Если мы задали Так То да А какая разница Это функция Мы же прошлый раз За это говорили Напоминаю Что первое значение Функции Первое значение Приходит В первый Аргумент Ну а второе Может там писали Консол логи Вот это второе Приходит Во второй То есть В качестве R Используется Массив А А в качестве F Используется Вот эта функция Потом Объявляется Массив Резулт Пробегаемся Если Функция F Вот она Сейчас Если она Нам вернула True То есть Если элемент Четный Правильно Сейчас она Проверяет Четный Элемент Тогда Добавить Его в новый Массив Ну R Это Сам элемент Массива А И Это Его номер И они Попадают Соответственно Вот сюда После чего Нам делается Проверка И вот это Значение Подставляется Вот сюда Так Что-то я сильно Много зарисовал Ну то есть Понятно Что сначала Вот это Пришло сюда Правильно Потом Когда мы Проверяем Вот это Попадает Вот сюда Вот это Попадает Вот сюда Здесь Мы используем Его в условии Результат Этого Условия Приходит И подставляется На место Вызова Функции Как возвращаемое Значение По определению Так То есть Сюда будет Постоянно Попадать То True То False Результат Вот этого Выражения Для четных Элементов Для четных Орытое Это будет True Для нечетных Это будет False Таким образом У нас сюда Добавятся В Result Только четные Элементы Идея в том Что я могу Фильтр использовать Для любого Критерия Критерий Выбора Я задаю Вот этой функцией Вторым аргументом Передавая Сюда Разные функции Я смогу Фильтровать Массив По разным Критериям А если Это совместить С возможностями Lound Что тогда Будет Та же Самая Запись Только с Помощью Lound Вы Длинно Написали Не умеете Красиво Пока Писать Вот так Если совместить Это с Лямбда Выражением Мы Фильтруем Массив В одну строку Причем Вообще Очень Лаконично Эта функция Дает Фактически Безграничный Функционал Фактически Неограниченную Возможность По фильтрации Массива То есть Если я запускаю Ну давайте Проверим Я вас Не обманываю Так Да Я только Не вывожу Массив Б Надо сделать Console Log Б 2 6 8 Четные элементы Исходного Массива Очень Лаконично Правда Более того Очень Очень Лаконично И очень Красиво Абсолютно Верно Но здесь Мы производили Фильтрацию А теперь Задание Для вас Немножко Другое Будем Производить Трансформацию Массива Для этого Вы мне Напишите Функцию Map Да Map Будем Производить Трансформацию Массива Для этого Будет Использоваться Функция Которую Вы напишите Она будет Называться Map Что она Будет Делать Она будет Принимать Массив И функцию И Формировать Новый Массив Из Значений Которые Вернула Функция Написать Функцию Map Которая Принимает Массив И Функцию Вызываемую Для каждого Элемента Подождите Я же не договорил И возвращающая Массив И возвращающая Массив Результатов Применения Функции Ф Над каждым Элементом То же самое Без И Грубо говоря Да В смысле Мне сказали Что значение Которое Вернула Функция Ну Это одно и то же Изначение Которое Вернула Это Функция Ф Возвращающая Массив Функция Ф А я могу понять Внутри Какой массив Нужен Новый Новый Из чего Из чего угодно Из результатов Функции Ф А как это Новый Там В одном Массив Там Есть на Два Там Есть на Три Это Потом Критерии Потом То есть Идея в том Что функция Она будет Возвращать Возвращение И мы Из этих Значений Сформируем Новый Массив Добавляем Водим Новый Массив Сложно Я понимаю Давайте Рассмотрим Ту функцию Которую Что писали Большинство Не большинство По крайней мере Половина Сделала Так С функцией Фильтр Мы разобрались Да Давайте Рассмотрим Функцию Мап Итак Фанкшн Мап Принимают Все так же Массив И функцию Возвращает Новый Массив Из Результатов Новый Массив Значит Новый Массив Мы Объявляем Вар Например Резул Назвать Все равно Как вы понимаете Изначально Пуш Для каждого Элемента Массива Мы В новый Массив Вложим Результат Функции Для этого Элемента Результатов 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 Массива И индекс Этого Элемента И в конце Делаем Return Result Вот и вся Функция Мап То есть Она делает Новый Массив На основе Проведенных Операций Над исходными Элементами Так Давайте Теперь Попробуем Например Какая Задача Может быть Решена Как вариант Допустим Нам нужно Каждый Элемент Исходного Массива Умножить На 5 Тогда Я говорю Что Какой-то Вар С Например Равняется Мап Сюда Передаем Исходный Массив А И говорим ЛМ Для этого ЛМ Возвращаем ЛМ Умноженный На 5 Так То есть В массиве С У меня Теперь Будет Что То есть У меня Будет 5 10 15 25 45 30 40 35 Да Давайте Проверим Оно То есть Элементы Исходного Умноженные На 5 То есть В чем Плюшка Вот такой Функции Мап Что Мы Потом Можем Ее Использовать Для Выполнения Вроде Как Сложной Операции В одну Строчку Так же Самое Фильтр То есть Мы Можем Отфильтровать Массив По заданному Критерию За одну Строчку Здесь Мы Можем Трансформировать Массив За одну Строчку Используя Заданное Действие Над элементом Так Ну Опять же Это я написал Короткую Форму Давайте Напишу Фанкшн К слову Не обязательно Принимать Оба Передаваемых Аргумента То есть Можно Принять Только То Что Нас Интересует Вот Как Здесь Да Только Первый Аргумент Ну Нельзя Только Второй Не Получится Нельзя Нельзя Просто Если Мы Передадим Больше То Второй Отрежется А Если Мы Хотим Второй То Придется Оба Я Могу Здесь Написать Запятая Индекс Просто Он Будет Неиспользуемый А Если Он Неиспользуемый Я Могу Просто Его Не Ловить Хотя Он И Переодим Будет То Есть Вот То же Самое Что Было Только В более Полной Форме То Есть Я Сюда Передаю Функцию Которая Мне Возвращает Элементы Множенные На 5 Вопросы Жду От вас Вопросов Я Сделал То Самое Как Старые 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 Условия Старые 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 Логично У вас Будет True False True False True False В том Массиве Вся Логика В том Что Назначение Этих Функций Ну Как Я Вам Уже Говорил То Мы Сейчас С Вами На Самом Деле Написали Три Функции Которые Уже Существуют Да Действительно Они Существуют И я К этому Собственно Говоря У вас Подготавливаю Потихоньку Я хочу Сначала Показать Что Происходит Внутри Что Под Капотом Чтобы Чтобы Потом Вы Могли Смело Их Использовать Не Заморачиваясь Да Точно Понимая Что Они Будут Делать Вот Это Функции MatFilter И Вот Функция Each То Вот Эти Три Функции Давайте Теперь Я Уберу Весь Код Кроме Самих Описаний Функций И Мы Посмотрим Как Они Реализованы Уже В Существующем Джаваскрипте То Убедимся Что Мы Я ставлю Только Вот Var A Итак Как Использовать Стандартную Функцию Фильтр А Each Да Стандартный Называется For Each Можно Написать A Точка For Each Только Смотрите Раз мы Пишем A Точка Да Логично Что сюда Массив Отправлять Уже Не Нужно Еще Раз Что Мы Делаем Мы Смотрим На Стандартные Функции Эквивалентные Тем Которые Мы Написали Эквивалент Функции Each Которые Мы Написали Ранее Это Стандартная Функция For Each В Отличие От Наших Функции Не Нужно Передавать Массив Потому Что Он Стоит До Точки Так Ну И Здесь Я Делаю Function Какой Нибудь От Element Элемент А Вот Здесь Я Скажу Например Console.log И Выведу Этот Элемент То есть Эта Функция У меня Вызвалась Для Каждого Элемента Видно Вон Только Там Где-то 1, 2, 3, 4 Сверху Выводятся Не могу Понять Где А Наверное Вот Здесь Давайте Закомментируем Вот А Да Да То есть Функция For Each Вызывает Нашу Функцию Для Каждого Элемента Массива То Что Мы Писали Внутри Each Так Естественно Все Стандартные Функции Отправляют Нам Целых 3 Аргумента Даже Не 2 А 3 Это Элемент Это Индекс И Это Сам Массив Который Мы Использовали Вот Здесь То есть Мы Можем Принять 3 Значения Элемент Индекс И И Исходный Массив Как Показывает Практика Вот эти Два Аргумента Используются Реже Первого Вот Этот Используется Фактически Никогда Да Конечно То есть Обычно Передается Либо Л И Индекс Либо Просто Л Последний Аргумент Я еще не нашел Ни одной задачи Где он нам Действительно Понадобится В Конечно 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 Можно Конечно Никто Не запрещает То есть Я могу Написать Вот Так Как я Написал Сейчас А могу Просто Написать Здесь Стрелочную Функцию Сократив Код До Невозможности И Работает Так Она Всем Нравится Запомнить Нужно В первую Очередь Первую Форму Первое Понятие Эта Форма Это уже Следствие Первое То есть Это уже Сокращенная Форма Записи Поэтому Я все Примеры Буду Приводить На Первой Форме Дальше То есть Это просто Что можно Сократить Да Я К этому Тоже Буду Приходить Но Сначала То есть Первое Знакомство С каждой Функцией В первой Форме С Форычем Все Понятно Да Просто Для Каждого Элемента Вызывает Функцию Естественно Можно Получить LN И Индекс Кстати А вот Так Я никогда Не пробовал Это аж Интересно Стало Не Просто Речь о том А Ну да 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 Не поймет Она Вот теперь Поймет Как надо Все таки Круглые скобки Обязательно Без них Она неправильно Сейчас читает Ну видно Все индексы Выберлись Просто Если я без Круглых скобок Поставлю Вы не поняли В чем прикол Получается Это первый Аргумент Фурыча А вот Это второй Да Поэтому Здесь скобки Если Аргументов Нет Или если Аргумент Больше чем Один То Обязательно Если бы Аргументов Не было Были бы Пустые Круглые скобки Просто Ну Нам Как показывает Практика Я же говорю Интересен Обычно Вот этот Аргумент Так Чаще всего Поэтому Вот пример Хорошо Фурыч Есть Давайте Фильтр Попробуем Вар Б Равняется Как вы думаете Как называется Функция Фильтр Правильно Да Прямо так же Как мы Назвали Только Опять же Массив Сюда Передавать Не надо Почему Потому что Он до точки Находится Поэтому Мы сюда Сразу Отправляем Функцию То есть Я пишу Сюда Функцию От Е Я напишу Например И здесь Сделаю Return Е Остаток Отделения На два Равен Нулю То есть Я выбираю Что Только Четное Консол Лог Б Запускаем Я случайно Суть не поменялась На три равно В смысле Три Ну там Я говорю Нулю А Ну можно и два Можно и три Два не строгое Три строгое Три лучше А Три лучше На три не жалуются Да Но два тоже работать будет Помните в чем разница Да Между двумя и тремя Равно Так Тут видим Функция Фильтр работает Так же само И на самом деле Принимает все те же Три аргумента Элемент Индекс И массив Понятно Вот преимущество Записи через точку Кстати вообще Очень большое Я потом вам покажу Как можно Интересно Поиздеваться Ан массив За счет того Что они вызываются Через точку Давайте запишем То же самое В более короткой форме Я вот это Закомментирую Короткая форма VARB Равняется А Фильтр Элемент Такой что Элемент Остаток Отделения На два Равен Нулю Правда так оно Лаконично Вообще огонь Я согласен Видим работает Да Как вам задача Выбрать четные элементы Массива С помощью функции Фильтр Шикарно Правда Очень шикарно Так Ну и конечно же Мы с вами должны Поговорить про функцию Которую мы с вами Написали И которая у нас Называется Map Да Как вы думаете Как она называется В стандартном Варианте Да Не поверите Но Map Итак Давайте попробуем Ее использовать Warb Равняется А Точка Map И сюда Передаем Нашу функцию Кстати Вот нам Подсказывает Видно Что Сюда надо Передать Какой-то Клбек Фм Это название Аргумента Это функция Принимающая Number Number И Array То есть Принимает Value Ой Ctrl П Надо нажать Где Command П Видите Value Index И Array Понятно То есть Значение Элемента Index И Сам Массив То есть Я сюда могу Передать Функшн Можно Только От L Нам Этого Хватит Но Потенциально Можно Еще Принять Index И Массив Еще Два Аргумента Мне Можно Задать И Что Я здесь Сделаю Я здесь Сделаю Return Например LM Умноженное На Нет Давайте Разделенное На 2 LM Пополам И Посмотрим 1 на 2 0 5 2 на 2 1 3 на 2 1 и 5 И так далее Оно Удобно Но Еще Удобнее Если Писать Не Вот Так Как Я сейчас Написал А если Использовать Короткую Форму Записи Var B Например Равно A Точка Map Такой Элемент Что Элемент Деленый На 2 Вот Вот так Шикар Шикарно А теперь Давайте Поставим Более Сложную Задачу И Применим Сразу Две Функции Так Сказать Я думаю Это Будет Прикольно Var B Давайте Какую Задачу Мы Поставим Например Нам Нужна Половина Квадратов Каждого Элемента Нет Половина Квадратов Четных Элементов О Как вам Звучит Такое Жестко Теперь Смотрите Половина Квадратов Четных Идем С конца Элементы Нужны Какие Четные Поэтому Я говорю A Фильтр E Такое Что E Остаток Отделения На 2 Равен Нулю Остались Четные Вернулся Массив Правильно У массива Я могу Ставить Точку И говорю Мап Квадратов Правильно Е Такое Что Е Умножить На Е И Половина Мап Е Такое Что Е Поделить На А Через Короткую Но Красивее Я думаю От Полное Вот Такие Функции Оно Будет Длинным А Вот Так Только Здесь Я рекомендую Тройное Равно Потому Что Ему Не Нравится То Есть Оставили Только Четные Возвели Их Квадрат И Поделили Их На Два Вот Оно Та Дам Преимущество Этих Методов Вызываемых Через Точку В том Что Они Возвращают Массив И У него Снова Можно Поставить Точку Ну Это Получается Нужно Ити С Конца Ну Конечно То есть Смотрите Если Нам Нужны Квадраты Четных Сначала Четные Потом Квадрат Правильно Тут С Конца Не по Той Причине А сама Задача Квадраты Четных Элементов Сначала Найти Четные И Потом Возвратить Квадрат Логично Наоборот Не получится Если Мы Возведем Квадрат Тогда Другие Элементы Могут Стать Четными Хотя Маловероятно По-моему Нечетные Квадраты Все равно Нечетные А четные Квадраты Все равно Нечетные Поэтому Здесь От переменной Слагаемых Не поменяется А вот От деления На два Поменяется То есть Если Мы Элемент Поделим На два Он может Перестать Быть Четным Если Это Была Двойка Например Поэтому Вот Так Вот Нашли Половину Квадратов Четных А Рекомендация По форме Записи Я Записал В одну Строку Но Хорошим Тоном Считаются Такие Операции И Писать Вот Таким Вот Образом То есть Каждая Следующая Операция На Новой Строчке Иногда Даже Вот Так Я Не люблю Вот Вот Так Лучше Как Сейчас Понятно Если Хотите Можно И так Суть Не Меняется Работать Будет То есть Вот Эти Вот Функции Позволяют Нам Делать Просто Чудеса А Если Я Хочу Его Еще И Сразу Ввести Мне Не Обязательно Присваивать Это В Б Да Я Могу Еще В Конце Сделать Точка ForEach E Такое Что Console Log Это E Ну и вот Они Вывелись В конце У меня До этого Выводился Сам Массив Я могу Это Закомментировать Чтоб Ничего Лишнего Не Мощно По Моему Даже Очень По Моему Даже Очень Мощно Это Мы Обсудили Те Методы Которые Мы Писали Сейчас Я Вам Покажу Еще Один Получается ForEach Это Просто Перебор Элементов Да Фильтр Фильтр А Мап Уже Именно Та функция Которая Действие Которое Мы Задаем То есть Мы Умножаем Ну Мап Она Делает Новый Массив Проделав Какую-то Операцию С элементами Исходного Так Фильтр Он Просто Пропускает Не Пускает ForEach Он Что-то Делает Но Нового Массива Уже Не Будет Она Финальная В любом С ForEach Это Просто Что-то Сделать Мап Это Уже Действие Да А Фильтр Это Фильтр Да Если Мап То Это Целый Массив Не Будет Массивом А ForEach Просто С каждым Отдельно И Каждая Отдельно Да Но Смотрите Это Пока Еще Не Весь Объем Операций Которые Теоретически Можно Сделать С Массивом У У Нас Есть Группа Операций Массив Массив Это Фильтр И Мап Массив Ничего Это ForEach И Есть Еще Одна Группа Массив Одно Значение Правильно Например Сумма Элементов Произведение Элементов И Так Далее Вот Для Этого Есть Функция Которая Называется Reduce Это Действие По Принципу Массив Тире Одно Значение То Возвращает Всегда Одно Значение Она Очень Хитрая И Она Очень Тяжелая Когда Я С ней Столкнулся Я Ее Не Понял Зачем Мне Обманывать Вас Но Первый Раз Когда Я С ней Столкнулся Я Вот Так Смотрю На Ее И У У Мне Возникает Вопрос Она Черта Она Надая Как Ей Вообще Пользоваться Правда Мне Никто Не Показывал Как Ей Пользоваться Я Был Бы Счастлив Если Мне Тогда Показали Поэтому Я Вам Скажу Если У Вас Она Останется Непонятной Не Расстраивайтесь Я Ее Тоже Не Понял В Своё Время Она Ко Мне Пришла Потом Ну Так Вот Давайте Я Это Закомментирую И Попротаюсь Вам Рассказать Как Работает Функция Reduce Итак Я Делаю Так Какое Это Значение Reduce Сейчас Я Покажу Как Она Пишется А Точка Да Reduce Пишется Она Принимает Тоже Клб Она Принимает Сюда Какую То Функшн В Этот Функшн Передается Pref Value Сюда Передается Элемент Массива Его Индекс И сам Массив Но Мы не будем Индекс Сам Массив Рассматривать Для нас Важно Вот Это Приведущее Значение То есть Это То Значение Теперь Внимание Вслушайтесь Которое Прошлый Раз Вернуло Вот Эта Самая Функция Для Элемента Вслушались Теперь Внимание Вопрос А Как Первый Вызок Это То Значение Которое Вернула Данная Функция Для Предыдущего Элемента А начальное Да Вы хотите Меня Спросить А начальное Надо Передать Вторым Параметром Например Это Ноль То есть Первый Раз Сюда Придет Ноль В следующий Раз Мы Что-то Здесь Сделаем И Оно Придет На Третий Раз Понятно На четвертый Раз Придет Результат Третьего Раз И Я Здесь Напишу Так Return Приведущее Плюс Текущее Угадайте Что я Сейчас Нахожу Суму Правильно Чувствуете Суму То есть Смотрите Для Самого Первого Элемента Допустим У меня Массив 1 2 3 Первый Раз Приведущее Значение Ноль Текущий Элемент Единица Согласны Приведущее Плюс Текущая Единица Так Сюда Приходит Приведущее Это у нас Что Единица И Текущая Это Вот Это Двоечка Так 1 Плюс 2 Это У нас Что Получаем Тройку В Следующий Раз У нас Приходит Приведущее Это Троечка И Текущая Это Тоже Троечка И Выходит У нас 6 И Именно Оно И Вернется Потому Что Оно Было Последним Понятно Концепция Функции Reduce То есть Первый Раз Приведущее То Что Что Мы Укажем Второй Раз Придет Приведущий Результат Который Получился Вот Здесь Третий Раз Следующий Результат Четвертый Раз Следующий Результат Давайте Давайте Ее Применим Проверим Как это Работает То есть У меня Должна Сейчас Получиться Сумма Элементов Массива Давайте Посмотрим На массив Он у меня Где-то Вверху Вот Это У меня Три Плюс Три Шесть Плюс Пять Одиннадцать Двадцать Двадцать Шесть Сорок Один Да Сорок Один Итак Давайте Проверим Равно Ли Б Сорок Один Делаем Консол Лог Б Запускаем Сорок Один А теперь Давайте Перепишем На лямда Функцию Я понимаю Почему Б Сорок Один Сумма Всех Да В итоге Сумма Всех Ну то есть Какая логика Сюда Сначала Передастся Нолик И первый Элемент Они Просуммировались Остались В памяти А почему Не нулевой Элемент Потом Сюда Передалась Сумма Преведущих А почему Не нулевой Элемент У нас Начинается С Нулевой Элемент Почему Первый Нулевой Я говорю Первый Но Подразумеваю Что хотите То есть Это сумма Да Давайте Перепишем ее Лямбдочкой Потом покажу Произведение Варбе Равняется А Reduce Сюда Вместо Функшн Я передаю Что Преведущее Значение Я п Обозначу Элемент Согласны И для них Делаю Что Преведущее Плюс Элемент Но Начальное У меня Ноль Все То же Самое Сумма Элементов Массива В одну Страху Очень Крутая Функция Я говорю Честно Я ее Когда-то Не понимал Вообще Зачем Она Надо Но Фактически Любую Операцию Можно И выполнить Когда нужно Одно Значение Получить Например Мне нужна Сумма Квадратов Всех Элементов Вот здесь Просто P Плюс E Умножить На E Все Сумма Квадратов Всех Элементов Будет Или мне Нужно Произведение Не знаю Остатков Деления На Два Всех Элементов Все что угодно Очень мощная Очень мощная Или мне нужно проверить Делятся ли все числа на два Как я могу проверить Все ли числа четные Я могу изначально поставить там true А потом выполнять операцию и с проверкой условия И в конце будет либо true либо false Но для этого есть еще одна функция Которую я покажу дальше Так Тут вопросы Вопросы Жду от вас вопросов Функция reduce понятна? Видео обязательно пересмотрите Потому что забудете Ну так вот Давайте сделаем произведение VARB равно A Reduce Приведущее значение Текущее значение В случае с произведением Мне нужно что сделать? Приведущее умножить на элемент Правильно? А начать мне нужно с чего? С одного Начинаем с единицы А потом домножаем на каждый элемент Проверяем Ну там будет большое число Ну проверять мы не будем Да, я думаю мы не будем это считать руками Я думаю вы мне и так поверите Что оно работает, да? Красиво Красиво? Отлично То есть мощная штука А теперь смотрите Что дальше? Мне нужно проверить Допустим Все ли элементы массива У меня четные Допустим Вот такая проверка Для этого тоже у нас есть специальная функция Позволяющая сделать проверку Для каждого элемента массива Итак Я делаю Если Допустим А Точка Ол Если каждый элемент массива Такой элемент Что е Остаток отделения на 2 Равен нулю Да, подсказка здесь такая Не очень красивая Но тем не менее Тогда Я сделаю вот так вот Console Log Yes Else Ой Помогал Else Везде сделаю вывод Что-то я не так написал Мне кажется Да Что это за буква Такая странная Где я ее взял Да это не си Это что-то вообще странное Это си с ключочком Да Лишняя Это скобка Где Не Не Я значит Путаю ее название Even Каждый Every Не all А every Каждый Не все А каждый Надо сказать Каждый Простите Не all То есть у меня Не каждый элемент Четный Согласны? Да Ну давайте я здесь Объявлю другой массив Можно еще раз Это функция Которая проверяет Четность элементов? Это функция Которая Выполняет Проверку Для каждого элемента То есть она вернет True Если каждый элемент Соответствует Заданному условию И False Если не соответствует Например У меня вот 2 4 8 Так То есть Если каждый Из этих элементов Имеет остаток Отделения на 2 Равен 0 У меня выведется Yes А у меня вывелось Новый А я переменную Просто перебирает Элементы Да И выполняет Проверку Для каждого Но это удобно То есть я в одну строку Пишу то Что мог бы писать Циклом А если я не проверку Ну не условия Там задам А какое-то действие Еще раз Ну вместо условия проверки Какое-то действие Ну так что там не знаю 3 множек Нет Эта функция служит Конкретной задачей Проверка Есть еще одна Это Эвери Каждый Да А есть еще Функция Сол Да Или сейчас Сейчас я могу ошибиться Просто я Вечно из разных языков Чуть путаю Поэтому Эвери По-моему Сам Да Сам Некоторые То есть смотрите Функция Эвери Нам возвращала Тру Если каждый Четный Да То есть если я сюда Добавляю хотя бы Один нечетный Единичка Она нам возвращает Ноу Так А функция Сам Говорит Если хотя бы Один Да Если хотя бы Один Из элементов В нашем случае Четный То есть Есть ли в нашем Массиве Четный элемент Можно проверить Есть ли в нашем Массиве Пятерка Как Как будет выглядеть Условие Проверить Есть ли в массиве Пятерка Элемент Равен Пятерка Икс Сом Е Такое что Е Равно Пяти То есть Если в массиве Пятерка Красиво Правда Легче Чем цикл Писать Который Мы писали Раньше Так Стос Тысячу Раз Тысячу Раз Вот таким Вот образом Вот такие Вот красивые Функции У нас есть По работе С массивами Очень ценные К слову Вот эти функции All Some Reduce Вы Реализуете В качестве Домашнего Задания Это так К слову А пока что Я вам даю Одну задачку Чтобы вы Попробовали Применить Все эти Функции Задачка Скажем так Ну не Высокого Уровня Ну и Нелегкого То есть Она требует Помыслить Задачку Которую Вы уже Делали Но только Теперь Надо Использовать Все Вот эти Функции И не Использовать Циклов Понятно Задача Называется Расхождение Двух Массивов